Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас? 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 16 января. Продание святых мучеников Спевсипа, Елесипа и Мелесипа, бабки их Леониллы и других с ними. Святой Поликарп, епископ Смирнский, ученик святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, желая под действием Духа Святого умножить словесное стадо верующих во Христа, послал в различные страны своих учеников, тем, чтобы они безбоязненно проповедовали всюду Слово Божие. Узнав, что в Галлии повсеместно происходит гонение на христиан по царскому указу, которым все они приговорены к смерти, святой Поликарп послал туда двух священников Божиих, Андохия и Венигна, и третьего – Диакона Фирса. Они были истинно добродетельные люди, преданные Богу, усердные в подвигах, с любовью готовые всегда отправиться на благовестнический труд, сушу или морем ли, больше жаждавшие, чем боявшиеся мучений смерти за Христа. Получив приказание своего епископа, они тотчас же взошли на корабль. Отпуская их, святой епископ Поликарп напутствовал их такими словами «Идите, доблестные мужи, и с благодатной помощью Христа крепко стойте за Него. Через святое исповедание Пресвятого имени Христова вы приобретете себе многих сподвижников и, радуясь вместе с ними победе, достигнете славы и вечных почестей, да умножатся обильные плоды ваших трудов, и да возвеличится радость в райских жилищах праведников при виде ваших святых приобретений». Напутствованные этими и многими другими благословениями святого Поликарпа, они взошли на корабль и скоро по особому указанию Божьей прибыли к Мастилийским берегам. Сойдя на землю, они тотчас отправились в путь, и ангел Божий шел впереди их. Прибыв в город, называвшийся Эдуя, они встретили по Божию о них промышления сенатора Павста, человека благороднейшего, который с честью и любовью оказал им гостеприимство. Когда он узнал, что гости пресвитеры, то стал усердно просить их, чтобы они привели ко Христу через святое крещение его семейства, родных и знакомых. Сам он уже был христианином, лишь тайным по причине гонения на христианство. Он привел к ним своего сына, юношу Синфориана. Впоследствии этот юноша, по научению святых, главным же образом по Божьей предопределению, пострадал за Христа, когда потребовали того обстоятельства. Представив юношу священником, Фавст умолял святого Венигна крестить его и святого Андохия быть ему восприемником, и служители Божьи исполнили благочестивое желание отца. Потом, вспомнив о своей сестре и ее внуках, Фавст сказал, у меня есть родная сестра по имени Леонила, которая проживает в одном из лингонийских городов. У нее есть три внука, дети ее сына, близицы по рождению. Они, хотя и получили прекрасное образование, но, следуя примеру, отцов остаются в язычестве, поклоняясь идолам. Бабка же их, а моя сестра, желала бы сделать внуков воинами христовыми и посвятить на служение ему. Умоляю вас, священники Божии, помогите ей и доведите до конца начатое дело, просветите весь благородный дом. Услышав это, святые решили разделиться для проповеди. Андохий отправился вместе с Хирсом в августодонийское селение, где после обращения многих в христианскую веру скончался потом мученической смертью. И тоже Винирина Фаст отправил в Линганийский город к своей сестре. Леонила, сестра Фаста, встретила святого Винирина, как бы упавшую с неба, манну, с великой радостью. Внук ее в этот день был для селения, называвшимся Пасмасия, для принесения нечистых жертв идолу богини Немевиды. Причем, возвращаясь домой, они принесли своей бабке остатки жертвенного мяса. По восточным древних греков, по верованиям, Немезида была богиней, которая раздает людям по их заслугам долю счастья и несчастья, назначает награды или наказания по нравственному суду за совершенные деяния. В особенности межстит и наказывает зазнавшихся людей, смиряет их гордость, назначает тому, кому судьба дала слишком много счастья, потери и несчастья, дабы справедливая мера была снова восстановлена и человек не забывал о своем человеческом жеребии. Но бабка, внушаясь скверными языческими жертвами, выбросила это мясо на съедение собакам. К внукам же обратилась Пресвятом Пресвитере Венигни с такими словами. «Любезные мои внуки, познайте Господа нашего Иисуса Христа, истинного и живого Бога, Которому воздают должное поклонение ангелы и все твари, Который своим словом сотворил весь мир, простер своим повелением высоту небесную, Распространил широту земли, собрал морские бездны и оградил их песком, Украсил небо звездами, утвердил на нем два великих светила, Чтобы они освещали своими лучами все созданное им, Населил воду рыбами, одел землю деревьями и травой И создал на ней по своей воле всяких животных. Потом он благоволил создать по образу своему и подобию человека И украсил его особым даром премудрости, ведения и разума, Чтобы он усердно искал Господа, владыку всех тварей, И не обнаруживал непочтения к нему через пренебрежение познанием его, Чтобы познавал добро и научался различать его от зла, Чтобы не только не воздавал какого-либо почтения бесчувственным идолам, Измышленным дьяволам для обольщения людей, Но отвергал их как нечистых и избегал всякого общения с ними, Так как эти идолы и появились в мире по коварству дьявола, Еще в раю пристившего первого человека. Любезнейшие внуки, оставьте всех нечистых идолов И твердо уберите в Творца всего Господа нашего Иисуса Христа. Вот по благодати Божией к вам прислан из далекой страны этот святой муж, Которого вы видите перед собою. Послушайте его, потому что устами его сам Бог возвещает вам свои заповеди, И учитесь от него тому, что может содействовать вашему спасению. Когда блаженная Леонила вместе со святым Ленигном увещевала так своих внуков, Благодать Божия проникла незримо в их сердца. С удивлением слушали юноши слова своей бабки, смотря друг на друга и размышляя, И потом все в один голос отвечали ей, «Зачем же ты молчала до сих пор перед нами о деле такой большой важности? Зачем в течение столь долгого времени скрывала от нас путь истинный и лучезарный свет?» Подняв свой взор и благоговеяно воздев руки к небу, Леонила возблагодарила Бога за то, что внуки ее начинают познавать истину, И с любовью сказала им, «Сын мой, а ваш в отец, который теперь сошел в преисподнюю, Не отличаясь ни умом, ни мудростью, Настолько был ожесточен сердцем и погружен во мрак нечестия, Что не хотел не только веровать во Христа Бога, Но даже произнести Его святого имени. Какую же пользу мог принести? Могло принести слово Божие тому, Сердце которого всецело было одержимо злобой и неверия, Так что ослепленный долопоклонством, Он и не мог видеть света правды. Только ради него я молчала и не говорила вам о том, Что служит к вашей пользе. Я боялась, что Он своим пагубным влиянием навсегда отклонит вас от права пути. Но так как теперь по Божьей воле Его уже нет на свете, То исчезли для вас все препятствия. Временно стало благоприятное. Откройте и обратите к Нему свои телесные очи и сердечные. И с помощью благодати Господа нашего Иисуса Христа Искоренитесь своих душ всякую склонность кидала поклонцу, Чтобы исполниться через то непрестанной радости. Много и другое говорила юноша блаженная Леонила Вместе с святым пресвитером и под влиянием их речей Юноши вспомнили виденные ими в предыдущую ночь сны, Которыми предугадывалось им обращение в Христову веру И стали рассказывать друг другу. Я видел, — сказал старший, — певсиб, Будто бы припал к груди нашей бабки И сосал переполненные молоком сосы. Она же ласково говорила мне, «Ей, певсиб, спасительное молоко, Что, подкрепившись им, Ты мог устоять против врагов И получить славную победу». А я видел, — сказал Евлевсиб, Какого-то мужа, сидящего на небесном престоле И сияющего невыразимой славой, От блеска которой у меня потемнело в глазах. И всего меня охватили ужас и страх. Он же, обратив ко мне свое лучезарное лицо, сказал, «Не бойся, потому что ты удостоишься Получить венец победы». Третий брат, — Мелесиб, — Так стал рассказывать о бывшем ему сновидении, Я видел, и сам не знаю, Какого великого царя, В руках которого был скипетр. Всех нас троих вместе он принял в свое войско, Возложил на нас воинские пояса И выкупил нас за дорогую цену Из оков плена. Предписал нам золотыми словами Вечшую свободу, Причем сказал мне, «Илесиб, Я назначил вас, трех братьев, Быть моими приближенными И увенчать вас вечными наградами, Потому что ваша бабка Непрерывно и днем и ночью Молится мне о вашем спасении, Чтобы вы были направлены По истинному пути жизни, И, избавившись от обощений злого духа, Подобились у них свет истины И вместо смерти Наследовать жизнь». Дивны были эти видения трех братьев, Одинаково означавших их обращение к Богу. Под впечатлением этих видений, Под влиянием увещаний Леонилы И пресвитера, Братья обратились наконец К своей блаженной бабке С такими словами, «Скажи, что нам делать, Чтобы ваша проповедь Могла привести нас ко спасению, Освободив от прежних заблуждений». Святая Леонилы, И пресвитер Божий обрадовались И с благодарностью Господу В душах своих отвечали, «Соблюдайте все заповеди Божии, Твердо веруйте в царя, Царей Христа Бога, И, отвергнув нечистых видолов, Всецело посвятите себя На служение Создателю своему Богу». После этого святой пресвитер Венигн, Тщательно научив юноше Истинам христианской веры, Крестил их И окончательно утвердил В исповедании Христовым. Сам же удалился В один из дивианийских городов, И, обратив короткое время Многих ко Христу, Скончался мученически. Трое святых братьев-близнецов Немедленно по своим утверждениям В христианской вере Послали своих слуг С приказанием разбить Вышеупомянутого идола богини Немезиды, Причем и сами уничтожили Двенадцать находившихся В их доме истуканов. То сейчас же по всей Линганийской стране Прошла молва о том, Что внуки Леонилы, Столь знатные по происхождению юноши, Уверовали во Христа И уничтожили идолов. А злобился против них народ, Восстались власти, Судьи и языческие жрецы Воспылали гневом. Собравшиеся со всех сторон Начальники начали допрашивать Святых юношей. Откуда так неожиданно Напало на вас безумие? Кто внушил вам Отвергнуть почитание богов, Которым с давних времен Служили ваши предки? Неужели вы так легко Готовы отвергать Повеление царя И считать богом Распятого иудеями Христа? Исполнившись, Духа святого юноша отвечали О, слепые сердцем, Объятые вечным мраком, Закоснилые во грехах И обреченные на вечные мучения И смерть! Зачем сами, Обращаемые дьяволом, Склоняете и нас Поклоняться к камню Или какому-либо другому предмету, Которому придано Подобие человека? Ведь это изделия Человеческих рук, Они бездушны, Бесчувственны и ничтожны. И однако же вы Почитаете их По своему безумию Из-за богов. Наш же Господь Иисус Христос Есть Бог живой, Равносущный По учению нашей веры. Другим лицам Пресвятой Троица Отцу и Святому Духу Бог от Бога, Свет от света, Сияние от сияния, Который всегда был, Есть и будет, Творец всего, Что в мире. Такие слова Святых братьев Привели язычников В большую ярость, Особенно их жрецов И начальников. Один из них По имени Квадрат Нестерпел И ударил по щекам Певсиппа И Элифсиппа, Потому что только Эти двое юноши Говорили против язычников. Мелефсип же, Видя причиняемые Братьям, По бою воскликнул, Зачем и меня Не бьешь, Как братьев? Зачем лишаешь Меня такого благодеяния? Вот они уже Начали переносить Страдания, Которых мы все Так желаем. Мне же не даешь Потерпеть Святого страдания, Как будто бы Считаешь меня Неверующим Во Христа И своим единомышленником. Мы все Одинаково Твердо веруем Во Христа, Одинаково Презираем Ваше языческое Нечестие И надеемся Получить от Христа Одинаковую Награду. За бесчестие Нашим богам Сказал Квадрат Мы подвернем Теперь вас Различным Мучениям. И Лисип Отвечал Чем больше Приготовите Нам мучений, Тем больше Укрепите Нас В благодати Божией. Если Не выражите Им языков С корнем Сказал Другой Нечестивый Начальник Палмат Они не перестанут Бесчестить Нас И наших Богов. И Лисип Отвечал Если Вы отрежете Нам По своей Жестокости Телесные Языки То мы Внутренними Языками Своих Душ Будем Прославлять Величие Божие И Ваша Злоба Никогда Не заставит Нас Отречься От Святой Веры Во Христа. Окаянные Воскликнув Палмат И Третий Начальный Гермоген. Вы Все Вместе Готовите Себя К смертной Казни. Умирать За Христа Отвечал Скорее Перейдем В вечной Жизни Где Нет Никакой Скорби Но Одна Лишнепрестанная Радость. Тогда Лингонийские Судьи Палмаз Квадрат И Гермоген Видя Непоколебимой Твердость Святых Юношей В христианской Вере Стали Совещаться Между Собою. Каким Бы Самым Жестоким Мучением На страх Прочем Придать Их И Какой Бо Наиболее Лютую Казни Умертвить Их. Первоначально Они Решили Впрочем Позвать К себе Всеми Уважаемую Леонилу Что Попытаться Через Ее Посредство Отклонить Юношей От Христианской Веры И Снова Обратить Их В Дезыщество. Они Сказали Ей Если Хочешь Избавить Своих Внуков От Мучений И Спасти От Смерти То Ступай И Убеди Их Снова На эти И другие Подобные Увещания Судя Леонила Отвечала Пойду И Постараюсь Убедить Их Позаботиться О Своем Спасении Когда Она Пришла К Своим Святым Внукам И Узнала Об Их Твердости Святой Вере То Очень Обрадовалась Она С Любовью Целовала Каждого Из Них Плача От Радости Благодаря Христа Бога И После Долгой Молитвы Ему Сказала Внукам Не Было В вашем Родине Одного Человека Благороднее И Богаче Лучше Угоднее Богу Чем Вы И Исповеданием Веры Христовой Вы Просвещаете Весь Свой Род И Хотя Вы Молоды Однако же Превзошли Мудростью Всех Старших Из Своего Рода Сделавшись Воинами Христовыми Вы Приобрели Себе Огромное И Бесценное Сокровище Будьте же Непреклонны И Твердо Во Святом Христовом Законе И Вооружившись Верой Во Христа Не Бойтесь Угроз И Мучений Видимое Царство Этого Мира Вместе Со Настоящей Жизнью Ничтожны И И Их Ожидает Скорый Конец Невидимое же Получить Его И Через Скоро Приходящее Страдание Можете Войти В Обладание Вечными Радостями Видя Юноше Исполненными Благодати Божией Твердыми Верой Она С этими Словами Поручила Их Христу И Успокоенно Ушла Вскоре Затем Судьи Позвали Святых И Спросили Согласны Ли Они Поклониться Богам И Громко Заявить О том Перед Сем В Единого Истинного Бога И Свою Полную Готовность Пойти Из Любви К Нему На Всякие Истязания И Смерть И Вместе С тем Отреклись От Ложных И Ничтожных Языческих Богов Тогда Святых Братьев Связали По Рукам И Ногам Повесили На Одном Дереве И Растянули Подобно Струнам На Гуслях Так Крепко Что Кости Христовы Они Терпеливо Сносили Ужасные Страдания И Смеялись Над Своими Мучителями Судьями Святой Мелисип Говорил Им Господь И Спаситель Наш Иисус Христос Был Прегвожден Для Искупления Наших Грехов К Кресту От Какового Святого Дерева Мы Получили Помощь И За Ситу Себе Крестное Знамение Мы же Три Раба Его Вися На Одном Этом Дереве Делаемся Мучениками За Имя Его Счастлив Плод Того Древа Которое Держит Трех Мучеников Принесенных В жертву Пресвятой Троице Судья Видят Что Святые Юноши Не Только Не Ослабевают Духом Среди Мучений Но Как Бы Еще Более Укрепляются Сказали Им Вы Умрете Не На Этом Женству Отвечал Снова Мелисип Если Мы Предстанем Богу После Того Как Очистимся Огнем И Через Пламени Огня Перейдем Из Тьмы К Вечному Свету Тогда Судьи Приказали Набрать Дров Форесту И Других Легко Воспламеняемых Предметов И Разожгли Огромный Костер Которые Бросили Связанными Трех Святых Братьев Но Святые С помощью Спасителя Своего Христа Оставались Среди Огня Нередимые Веревки Которыми Они Были Связаны Перегорели И Распались И Они Подобно Трем Древним Вавилонским Отракам Ходили Среди Пламени И Славословили Бога Нечестивцы Стали Сильнее Разжигать Огонь Желая Сжечь Христовых Рабов Но Чем Более Усилился Огонь Тем Очевиднее Становилась То оказалось Что Святые Живы Невредимы И Даже Нисколько Не опалены Они Смеялись Над Мучителями И Говорили Нам Дана Власть Перейти Ко Христу Богу Нашему Только Тогда Когда Захотим Мы Сами Но Мы Решили Еще Посмеяться В Этой Жизни Над Вашим Безумием Хотя Все Таки Не Замедлим Явиться На Небесный Пир Наконец Трое Святых Братьев Близнецов Видя Перед Собой Сонмы Святых Ангелов Готовых Сопровождать Души Их Царство Небесное Склонили На земли Свои Колены И Помолившись Все Вместе Придали Богу Свои Святые Души Честные Тела Их Были Погребены На Расстоянии Двух Поприщ От Города Вселений По Имени Урват Где Впоследствии Был Выстроен В честь Их Храм Причем Там Совершались Чудеса И больные Получали Исцеление По Смерти Святых Мучеников Одна Женщина По Имени Иовила Воспламенившись Божественной Ревности И пренебрегая Мужем И своим Единственным Малолетним Сыном Воскликнула Среди Неверующих Язычников И Я Раба Христова И Я Непоколебимо Исповедую Христа Бога Живого И Истинного Нечистых И ничтожных Идолов Ваших Отвергаю Ее Тотчас же Схватили Повесили За волосы И стали Предавать С возможным Мучениям Когда она Несмотря на то Не захотела Отречься От Христа Ее Привели Вместе Со Святой Леонилой Бабкой Святых Юношей Выше Упомянуто Селение Урват И там Усекли Их Обеих Мечом Некто Вручил Свою рукопись Турвону А сам Открыто Исповедовал Веру Во Христа И был Бит до тех пор Пока не скончался Мученический Придав Господу Свою душу И сам Турвон Подражая Примеру Святых Страдальцев Перешел Через Мученическую Смерть В вечную Жизнь Все это Происходило В 16 День Месяца Января В царствовании Аврелия Вера Иначе Антонина Римский Император Царствовался 161 По 180 Год Точнее же Когда царствовал Над миром Господь наш Иисус Христос Которому С Отцом И Святым Духом Честь И Слава Иными И всегда И во веки Веков Аминь Богу нашему Слава Во веки Веков Аминь Просим Приходите Подписывайтесь Будете регулярно Получать С нашего Канала Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok